Продолжение следует... Блог непрерывно, это еще тяжелее, чем просто вести блог. Если вот я вас попрошу угадать, каков процент блогеров продолжают вести блог через 3 месяца после первой записи? Приблизительно. 30%? 20%? 5%? Нет. Ну, во-первых, это зависит от того, как подсчитывать. Я работаю на платформе wordpress.com, и по нашим данным это около 33%. 3 месяца. Это значит, 2 трети людей открывают блог, что-то пишут, получают даже один лайк и уходят. 3 месяца. А через год? 15%. Опять-таки, зависит, как мы подсчитываем. Итак, как не забросить свой блог? Большинство спикеров на этой конференции делились своим опытом. Это вот не мой опыт. Я забрасывал свой блог раз много. Но я анализирую данные, и я исследовал данные большого количества юзеров wordpress.com. Я и мой коллега Элиор Залмансон, он сейчас работает в Нью-Йорк-юниверсите. И мы решили проанализировать, что же влияет на успешный блогинг. И вот я вам сейчас об этом расскажу, не из моего опыта, а из опыта нескольких сот тысяч наших юзеров. Значит, мы начнем с конкурирующих теорий. Я вам покажу две теории, радиально противоположных. и покажу немножко, какие социальные связи наши юзеры создают друг с другом. И потом подойдем уже к двум последним пунктам. Один пункт я назвал «одна голова хорошо, две лучше», а второй мы будем говорить про справедливость. Это очень интересный вопрос. Итак, мы задали себе вопрос, как легче и лучше вести блог? В коллективе или индивидуально? И вот, значит, оказывается, есть две теории, противоположные. Одна теория называется теория социальной ленности, была еще сформулирована в 1913 году, совсем недавно, которая говорит, что коллективная работа приводит к меньшим усилиям индивидуума. Значит, я работаю в коллективе, я знаю, что мой товарищ работает за меня, и я могу отдыхать. Вторая теория, теория социальной компенсации, говорит, что слабые индивидуумы стараются успеть за коллективом. То есть я работаю слабо, мне как-то неудобно, мой товарищ работает сильнее, я стараюсь работать сильнее. Какая из этих теорий более валидна по отношению к миру блогинга? Опять-таки, как лучше вести непрерывный блогинг? В коррективе или индивидуально? Ну, по названию вы, конечно, понимаете, какой будет вывод, но все-таки интересно. Значит, давайте посмотрим на социальные связи. WordPress.com представляет хостинг более 120 миллионов юзеров. Это немало. И есть около 130 миллионов сайтов и блогов на нашей платформе, не включая Jetpack. Эти юзеры комментируют посты друг друга, ставят друг другу лайки, пишут вместе посты, и получается такая вот социальная связь. И эта социальная связь, если мы ее анализируем, мы можем видеть всякие сообщества по разным интересам. Там вот сообщество по языкам, там сообщество вот сверху. И не по языкам, и не по интересам. Они все любят корейскую поп-музыку. Интересные всякие есть сообщества. Но мы поговорим не про сообщество, а про другой тип социальных связей на платформе WordPress.com. Давайте посмотрим, вот есть у нас такая вот блогерша, Алиса назовем ее. И она написала пост в свой блог. Назовем его блог B1. И она пригласила своего знакомого. Назовем его Боб. И он тоже написал пост в тот же самый блог. На WordPress это тривиально, правильно? И сейчас между Алисой и Бобом есть какая-то социальная связь. Они соавторы блога. Так? Теперь давайте предположим, что Алиса немножко забросила свой блог, а Боб продолжает писать, писать, писать. Поэтому, когда мы анализируем сейчас вот эту связь, мы хотим это дело изобразить математически. Поэтому мы можем сказать, что сила связи между Алисой и блогом B1 уменьшается, а сила связи между Бобом и блогом B1 увеличивается. Я тут изобразил разной толщиной стрелки и номерами. Там 4 и тут половина. Хорошо? Но написать пост это не единственный способ интерактировать со своим блогом. Допустим, вот пришел Чарли и поставил лайк на пост Алисы. Мы можем предположить, что если я написал пост и мне кто-то поставил лайк, это значит моя связь с моим блогом увеличилась, даже если я ничего не написал. Немножко спорный вопрос, но так мы к этому относимся. Потому что все-таки я привел новую аудиторию в мой блог. И значит, вот Чарли поставил Алисе лайк и увеличилась связь. Теперь посмотрим еще один вариант. Алиса может писать пост в блог B1, а может писать и в B1, и в B2. А B2 там вообще, там еще два человека пишут. Допустим, назовем их Дафна и Ева. И вот сейчас Алиса, соавтор вместе с Бобом в блоге B1, и соавтор вместе с Дафной и Евой в блоге B2. Вот такая вот у нас уже получается социальная сеть соавторов. Большинство блогеров, конечно, пишут в одиночку. Они не относятся ни к какой сети. Сами пишут, сами привлекают аудиторию и сами работают. Но мы поговорим сначала вот про этих вот людей. Давайте сейчас я вам покажу, как мы собрали все данные. Мы исследовали пользователей WordPress.com, которые открыли счет между январем 2013 года и февралем 2014. И которые получили хотя бы один лайк за первые три месяца после открытия своего блога. Почему получили хотя бы один лайк? Ну, чтобы просто отсеять людей, которые открыли счет и ничего с ним не делают. Или пишут сами для себя. Или пишут настолько плохо, что им даже их мама не ставит лайк. Ну, бывают такие. Мы исключили вепиклиентов, спамеров и работников автоматик, потому что не имеет смысла их анализировать. Это все нетипичные люди. Всего мы получили около 570 тысяч авторов, новых авторов, которые находятся в сетевом окружении около 5 миллионов людей. А это не мой личный опыт, это вот опыт вот такого количества людей. Если вы заметили, наши пользователи из этого исследования, они зарегистрировались на протяжении чуть больше года. Чтобы легче их анализировать, мы обозначаем нулем дату их регистрации. Через три месяца мы собираем данные после регистрации. Мы ждем еще один год и производим так называемый анализ выживаемости. Все, что происходит за период отсюда до конца, для нас этого не существует. Человек мог написать здесь пост и через год пост. И для нас он такой же живой человек, как тот, который писал каждый день на протяжении всего года. Это неизбежимый такой эффект нашего анализа. Просто иначе мне пришлось бы работать намного дольше. А мне за это деньги не патят в принципе. Все-таки компания это не научно-исследовательский институт, а компания. И вот первый результат, который я вам хочу показать. Тут на CX показывается количество лайков, которые человек получал за первые три месяца. Это логографическая скала, ноль лайков, один лайк, два лайка, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два и так далее. И оказывается, чем больше лайков человек получил, тем шанс этого человека выжить увеличивается. Значит, если вы меня спросите, как лучше вести блог, я говорю, получайте больше лайков. Но это, понятно, несерьезно, потому что у вас почти нет контроля над количеством лайков, которые вы получаете. Правильно? И в любом случае, все данные, которые вы увидите, все результаты, которые вы увидите, неизвестно, где здесь, с какой стороны этой связи причина, а с какой стороны следствие. Не забывайте. С другой стороны, авторы, которые дают больше лайков, тоже имеют больше шанс выжить. И это уже более интересно. Потому что вы можете предположить, что если вы ведете свой блог и читаете блоги других, и даете им лайки, может быть, какая-то часть этой вашей социальной активности повлияет на вашу мотивацию продолжать вести блог. Может, это приведет к вам лучшую аудиторию. Может, будут спрашивать какие-то вопросы, и вы будете, чтобы ответить на них, напишите еще один пост. Опять, мы не знаем, где здесь причина, где здесь следствие, но связь видна. Интересно, что это какой-то максимум. То есть спамер, никто не любит спамеров лайков. Ну, сейчас подойдем уже к интересному другому вопросу. Что лучше, писать блог одному или в группе? Ну, догадайтесь. Вот, посмотрим вот такую вот социальную сеть. Ну, Чарли, он сам работает. А вот Алиса, у нее, значит, он сам себе соавтор, и у него один соавтор, только он сам. У Алисы сколько соавторов? Один, два, три, четыре. Четыре, включая ее саму. Так? У Боба один, два соавтора, он сам и Алиса через блог B2. И у этих товарищей три, потому что Алиса, она как бы на два блога работает. И сейчас мы можем построить такую вот таблицу. И аналисты данные любят таблицы, потому что таблицу можно анализировать. И что оказывается? Люди, которые пишут блоги сами, имеют всего 6% шансов выжить. Выжить я имею в виду через год писать блог. Если же вы пишете еще с кем-то, то ваши шансы поднимаются почти на 50%. От 6 до 9%. Очень интересно, я не знаю, как это объяснить, но увеличивая количество, количество соавторов не влияет до какого-то лимита, не влияет на процент выживаемости. То есть писать в блоге с одним партнером, с двумя или с четырьмя, один тот же эффект имеет. Ну, кроме людей, которые пишут вообще в командах больше 16 человек, там это уже какая-то редакция, наверное, или начальник, который заставляет своих работников писать. Там уже, вот видите, поднимается до 16%. Но вот этот вот скачок, он очень важный. Вы не смотрите, что тут 6%, а тут 9%. Это 50% разницы. С другой стороны, сотрудничество, сотрудничество рознь. Я вот могу писать с друзьями и писать каждый одинаково. Вот, допустим, я тут синий сегмент, и у меня два соавтора, и мы каждый пишем одинаково. Каждую неделю каждый один из нас пишет пост новый. Вот такая вот, пишем вместе. Другая форма сообщества блогинга. Я его назвал «я и друзья». Я пишу больше половины, а еще мои друзья приходят и тоже там пишут. Я пишу, допустим, каждую неделю по посту, раз в месяц приходит товарищ и пишет еще один. А бывает и такое, я и гости, и лишь дивенцы. Я пишу, 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 а один раз приходит товарищ, там, напишет один пост и уходит. Видите, разные виды сотрудничества есть. И вот сейчас мы задаемся вопрос, вот, допустим, если это совсем справедливо, а это несправедливо, как же эта вот так называемая справедливость влияет на выживаемость меня как блогера или выживаемость моего блога? Вот вернемся к этим двум теориям. И теория социальной ленности говорила о людях, у которых меньше усилия у индивидуума. И тут тоже есть слабые, успеть. Это все количественные слова. Эти слова можно их как-то измерить. И можно измерить и усилия, и можно измерить и результаты. Вот посмотрите вот сейчас вот на эту вот сеть. У нас тут есть Алиса, пишет в блок B1, ее вклад, допустим, 10 единиц каких-то арбитрарных. Боб пишет в тот же блок, его вклад половина от этого, 5 единиц. А Чарли, он пишет сюда, и у него только одна десятая единица вклада. Тут неравномерный вклад в этот блок. А в этот блок вклад равномерный. Тут три человека, и каждый вкладывает по одной десятой единиц контента. И вот мы задали себе вопрос. Почувствовать, допустим, Алиса, что несправедливость. Вот она, я так пишу, 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 а все они вот… А вот только я пишу, может, она уйдет. А может, с другой стороны Чарли подумает, вот Алиса тут пишет так много, и Боб пишет так много, а я тут всего пишу одну десятую. Может, я заброшу этот блок, и буду только вот со своими равноправными друзьями писать только в блок B2. Чтобы ответить на этот вопрос, я вам покажу несколько графиков. Каждая точка на этом графике… Сейчас тут нету точек. Каждая точка на этом графике будет показывать какого-то среднестатистического пользователя. Посередине мы увидим пользователей, которые вкладывают в свой блог, так же, как и среднестатистический пользователь того блога. Вот справедливая. Самая справедливость. По краям будут вот совсем несправедливые. Тут будет, если я, допустим, синий… Допустим, если я вот юзер, то тут я пишу совсем мало, тут я пишу по среднему, а тут я пишу в основном это я. Так? А на оси Y это у нас те же самые проценты выживаемости. Пока шел анализ, он занял несколько дней, я себя вот начертил 4 такие вот кривые. С одной стороны, один из возможных вариантов, так я предполагал, будет, что чем больше человек вкладывает в свой блог, тем выше шанс его выживания. Вот это вот вариант А. С другой стороны, может быть, совсем наоборот. Чем больше человек вкладывает в свой блог, тем шансы его выживания уменьшаются. Он чувствует несправедливость. Это вариант B. И варианты C и D – это варианты с каким-то немонотонным поведением. Что, допустим, средний вклад, он приводит к какому-то максимуму, а вот лентяи или суперударники, они отпадают. И наоборот. Что вы думаете, какой результат был? Кто думает, что А? Такая вот. Интересно. Но ее тут нету. Кто думает, что А? Интересный этот вариант. Кто думает, что B? C. Окей. B. Я думал, что это будет B. Я думал так. Человек, вот он пишет немножко, но он пишет, что ему мешает. А те, кто пишет много, они вот как бы истощаются. Оказалось, вот как вас зовут? Как? Данил. Оказывается, это гибрид между А и вот такой несуществующий кривой. Люди, которые пишут совсем мало, и люди, которые пишут в средне, имеют почти одинаковый шанс выжить. Параллельная линия. Тут это вот интервал доверия, и вот параллельная линия. Но люди, которые пишут больше среднего и намного больше среднего, шанс их выжить стремительно увеличивается. Среднее это значит, допустим, вы пишете блог еще с двумя соавторами. А я знаю. Это моя работа, знаете. Да. Я знаю. Я знаю и кто сколько пишет, и кто как выживает. А вот если вы ведете блог, вы тоже знаете, потому что вы ваши три соавтора, вы можете посчитать. Мне трудно сказать вам, как я был удивлен и рад одновременно, когда увидел, что это не параллельная прямая, потому что это было бы для меня полный фиаско. Но с другой стороны, это противоположно тому, что я предполагал. Потому что, ну как исследователю, это очень редкий момент, и это как… Я вот всю ночь не спал, когда я увидел этот график. Честно говоря. Вернемся опять к этому, к этой сети. Сейчас посмотрим другой вопрос. До сих пор я говорил вот здесь. Здесь я говорил про одного человека. Каждая точка – это среднестатистический блогер. Сейчас поговорим о блогах. Допустим, я веду блог про машины. Что случится с моим блогом? Если этот блог, вот допустим, как B1, опять я знаю, как измерить этот вклад всех его соавторов, то блог B1 получает распределение труда в блоге B1 неравномерно. Кто-то работает сильно, а кто-то слабо. B2, в нем распределение работы очень равномерно. Каждый поровну вкладывает свой вклад. И интересный вопрос, какой из этих двух блогов продержится дольше. И опять-таки мы можем измерить и выживаемость блогов, и вот эти вклады. А, кто думает, что А? B? C или D? D или C? D. То же самое. А. Оказывается, и тут немножко другая метрика, это коэффициент Gini. Кто изучал экономику, знает этот коэффициент. Это коэффициент неравномерного распределения ресурсов. На отметке половина тут распределение ресурсов очень равномерное. И на отметке ноль. Не, извиняюсь, на отметке ноль распределение совсем равномерное. Каждый вкладывает свой вклад. А на отметке единица это значит, что один человек вкладывает свой вклад, а остальные совсем не работают. И оказывается, совершенно не... Я вот предполагал, что это будет так. Оказывается, чем неравномернее вклад авторов в блог, тем выше шанс, что блог выживет. То есть, это вот тут коммунистическая система, а там я не знаю как. Вот так вот. Да, лидер. Лидер. Хорошее слово. Что? С законом Паретта коррелируются вот цифры на нижней строке, я вам тут покажу, оси X. Что большинство блогеров находится в одной группе, а меньшинство находится в другой. В данном случае в большинстве блогов распределение плюс-минус однородное, а в меньшей группе есть миллилидеры. Я думаю, правильно, то есть 70% в качестве ресурсов от массовой активности, то есть вот... Да. В принципе, на кулу мы получаем те же там 7% активности одного... А, да. 70% активности одного человека. Нет. Активность 30% людей дает 70% активности всего ресурса. Всего ресурса. Да. Да. Но, с другой стороны, вот мое представление о справедливости было совершенно другое. Акгасси приимствия. Акгасси приимствия. Вот, в принципе, и все. Я вам показал две конкурирующие теории. Они очень интересные. Я вам показал социальные связи наших пользователей, данные. Я считаю, опять-таки, все, что вы видели, это просто статистическая связь. Я не знаю, что в этой связи является следствием, а что причиной. Может, вообще есть какой-то третий фактор, который я не могу измерить. Там, я не знаю, карма или еще не что. Но, как я... Вот, чисто субъективная и ненаучная точка зрения, я считаю, что часть того, что вы видели, можно принять как указание к действию. Какие же указания, какие вот мои советы? Ну, какие мои советы? Во-первых, поддерживайте связь с сообществом. Мы видели, что человек, который дает больше лайков, шансы его выжить, как блогеров, увеличиваются. Это значит, что если ваше сообщество, люди, с которыми вам интересно общаться, находятся на одной платформе, идите на ту платформу. Даже если вы думаете, что там блоги некрасивые или, я не знаю. Если вы очень хотите в WordPress сами хостить ваш блог, есть Jetpack для того, чтобы подключиться к сети, к огромной сети WordPress.com. Помните, что один в поле не воин. Если вы не уверены в своих силах, а вот я не уверен, то лучше попросить товарища, друга, сотрудника, просто познакомиться с кем-то на интернете и предложить ввести блог вместе. Согласно нашим данным, если вы ведете блог с еще одним человеком, шанс ваш выжить увеличивается на 50%. С 6% до 9%. Это 3%. И не ищите справедливости. Если это ваш блог и вам он интересен, считайте себя лидером. С другой стороны, если вас кто-то пригласил написать пост в его блог, напишите, что вам. Максимум вы поможете ему выжить как блогеру. Он вам скажет за это спасибо. А может вы потом продолжите, и вам это будет интересно. Вот всем отриц совета. Вопросы теперь. Да. Наслышно. Раз-раз. Спасибо за доклад. Во-первых, хотелось бы спросить в плане вклада в блог, что под этим подразумевается? Количество написанных статей или качество контента? Качество это… Ну это да, субъективное, конечно. Это субъективное. В принципе, мы можем мерить качество количеством посещений, но это тяжело, это нелегко. Поэтому… Сейчас я вам покажу. Вот. Вклад в этом анализе. Это или написание поста в блог, или косвенно через лайк. Значит, если вы написали какой-то блог, который… Вечно зеленый пост, который все время привлекает новых и новых читателей, и они ставят вам лайк, то это как бы ваш вклад, даже если вы ничего не написали. И второй вопрос. Где находить энтузиастов, таких же, как ты, которые будут готовы написать записи в твой блог, и которые будут также заинтересованы в его продвижении. Не просто поставят лайк сами себе, да, попросят маму, а именно будут заинтересованы работать вместе, работать в команде, и предоставлять действительно качественный контент. Это… Я не могу ответить на этот вопрос. Ну, смотрите, опять-таки, сеть WordPress.com 100 миллионов человек. Можно там искать. Потом, ну, технически каждый блок есть у него свой создатель, но вы можете, чтобы там уменьшить, увеличить шансы, что кто-то к вам придет, просто отдавайте ему право администратора, чтобы он знал, что вы его не ограбите, не получите его контент, и потом закройте, и все это к себе оставить. Ну, не знаю, вы можете начать блок, который и называется журнал там или газета. Я думаю, что легче всего обратиться к кому-то и сказать, вот у вас такой хороший блок, можно я с вами буду писать ваш блок? Это уже это свое эго, надо как-то немножко принизить, и люди любят свой блог иметь. Ну, тогда вы можете писать в чей-то блок и делать реблогинг в свой блок. Так я делаю, когда у нас вот есть блок группы, я каждый раз, когда пишу в блок группы, я делаю реблог в свой блок, чтобы поддерживать свое эго. Здрасте. Где? Скажите, пожалуйста, все-таки 6% там была цифра, ну, что-то там закрывается. А вот хотелось бы уточнить, то есть 94% блогов, она через год забрасывается? Да? Нет. Ну, тут как бы надо среднее. 15% блогов остается, 85% забрасывается. А то бишь аудитория в смысле каждый год прирастает на… мы говорим про этот график? Ну, можно про единичный блок, когда там была вот цифра, да-да-да-да, 6% блогов, которые один человек ведет, вот они все, собственно, остаются, 94% закрываются. То есть аудитория так сменяется, что ли? Проблема в том, что мы использовали тут статистический метод, который называется анализ выживаемости. Он был разработан для людей. Когда человек умирает, это ясно. Да? В древние века мы ждали три дня, но когда человек умер, это надолго. оказывается, что блогер может умереть два года, вот быть мертвым, а потом вот возродиться. Не, ну вы же деньгами считаете? Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы считаем людей, которые пишут. Вы сказали счет, или это аккаунт в смысле? Счет это аккаунт, это учетная запись. В смысле не который, денежный аккаунт? Не-не, в WordPress нет. Ну, в смысле? Да. В смысле? А, понятно. Да. И поэтому считать, что считать точкой рождения, человека как блогера и точкой его смерти, это совершенно, это очень непростой вопрос. Поэтому разные цифры здесь иногда подразумевают под собой разные системы отсчета. Стабильная аудитория там вообще остается на WordPress.com. Да. И каркас этой аудитории, получается, нарастает в год на какую-то цифру, но небольшую, а в остальном это все время… Ну, это вот тот же принцип Arteo, что 20% остаются, а 80% уходит. На другие платформы или вообще неизвестно куда? Я думаю, что большинство из них просто забрасывают, потому что вести блог это нелегко. А еще такой маленький вопрос. А цель вот у этих людей, которые открывают, ну, вот у вас блог, это, ну, вы же тоже, наверное, собирали какую-то статистику, основное они про себя что-то рассказывают, ну, вот в целом, или там… Это тоже сложно оценить, потому что мы же не можем спрашивать каждого, вот какая ваша цель. Люди иногда не знают. Категоризация идет или еще что-то. Мы стараемся не спрашивать людей слишком много вопросов, а облегчить им жизнь. Да. Хорошо. И это нелегко. Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Спасибо большое за доклад. Меня Сергей зовут. Вот я занимаюсь YouTube профессионально, и мне непонятно, вначале была зависимость, корреляция лайков. Да. Вот лайки спокойно можно накрутить, как и шеринг, допустим, постов. 100 лайков на пост и так далее. Какая зависимость по-вашему была? Спасибо. В отличие от YouTube, лайки на платформе WordPress.com не значат ничего. Почти ничего. И поэтому мы считаем, что накрутка почти не существует. Я, конечно, отбросил людей, которые там какой-то там, я уже не помню, больше 100 лайков в день. Я, конечно, их отбрасывал. Но такой проблемы, это небольшая наша проблема на WordPress.com. Это огромная проблема на YouTube. Ну, а потому что там хорошие аналисты, и они ее решили. Здрасте. Так, можете на скидку в силу своего опыта сказать 3-4 тематики, о чем писать? Ну, вот популярно о красивых женщинах, машинах, там о чем? Я не знаю. Это от вас зависит. Ну, вы бы о чем писали бы? Я открыл свой первый блог лет 8 назад, писал об анализе данных, визуализации данных. Мне было это очень интересно, было ужасно тяжело, я забросил это на 4 года. Сейчас я опять. Ну, просто есть такие как бы вот вечные темы, да, и да, там оно всегда будет, а есть, которые теряют актуальность. Вот я не знаю. Не можете сказать, да? Как я сказал, это я не со своего опыта, я просто анализирую данные. Я спасибо. Мне было бы очень интересно писать ее идеи о машинах, но это я. Еще вопросы? Хотя я люблю кушать. Борис, спасибо за доклад. В виде числа всегда приятно. Скажите, пожалуйста, возможно, вы анализировали факторы популярности контента, то есть насколько, ну, то есть от чего зависит, что статья станет популярной, что ее будут много смотреть, много ставить лайки. Может быть, это время публикации, какой-то день недели, или еще какие-то факторы. Были ли такие тесты, и если да, какие инсайты вы получили? До того, как я начал работать в Automatic, было соревнование на Kaggle, целью которого было прогнозировать, сколько лайков получит пост. И оказывается, что самый лучший предиктор был количество лайков, которые этот автор получил до того. То есть люди дают лайки в основном не посту, а вот человеку. Если вот я и, там, не знаю, Билл Гейтс, мы напишем один и тот же пост, то он получит намного больше лайков, чем я. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо вам. Спасибо большое, Борис. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ